Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал FFDO TV и сегодня гостем Федерации футбола Днепропетровской области стал фратарь команды «Запад» Полтовец Сергей. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как давно вы связаны с футболом? Профессиональным футболом я никогда не занимался, мы участвовали до пляжного чемпионата, мы участвовали в чемпионате города по мини-футболу, а потом наша команда решила поучаствовать в чемпионате пляжном. Что сподвигло вас принять участие в пляжном чемпионате? Хотелось новых ощущений, хотелось какого-то движения вперед, хотелось каких-то новых эмоций, новых вызовов, поэтому решили попробовать нашей группой, скажем так, основных ребят, с которыми мы давно играли, решили попробовать. Слушайте, та же команда, которая участвовала в чемпионате по мини-футболу, приняла участие и в чемпионате по пляжному? Да, ну, скажем так, с определенными кадровыми изменениями, но костяк сохранился основной те же самые. А как давно существует наша команда? Наша команда пляжная существует с 2006 года, а она чемпионат города по мини-футболу, даже не помню с какого года, сейчас, ну, это еще в конце 90-х мы начали выступать. И на пляжном вы каждый год принимаете участие в этой команде? Да, да, то есть наша команда является одной из тех команд, которые участвуют буквально с первого чемпионата. А почему название такое западное? Сложно сказать, хотелось, вы знаете, коллегиальное решение, ну, кто-то предложил, все остальные согласились. Было достаточно это давно, детали перипетии, вот этого всего уже не могу сказать. А какие были главные заслуги команды за такой длительный период? Один раз мы даже стали чемпионами города, были серебряными призерами, были много раз бронзовыми призерами чемпионата, в частности, вот даже последние два года точно у нас были бронзовыми призерами. А есть ли спонсор вашей команды? Нет, у нас спонсора нет на сегодняшний день. И, в общем-то, все участники команды, по сути, являются акционерами данной команды, участвуют в развитии клуба, насколько это возможно в этой ситуации. А прошли ли какие-то кадровые изменения перед этим сезоном? Нет, к сожалению. Наверное, это стало одной из тех причин, которая не позволила нам выступить даже не лучше, а мы выступили хуже, чем в прошлом чемпионате. Мы заняли место ниже, ну, правда, он еще не окончен, но уже место будет точно ниже третьего. Мы не усилились, к сожалению. Плюс у нас были травмы у ведущих игроков, еще не одно, у нескольких игроков, которые определяли лицо команды. И, к сожалению, из-за этого мы не смогли достичь того результата, на который планировали, который планировали оставить перед собой. А вы еще можете претендовать на большой кубок? Или уже вы будете бороться с командами второй четверки? Мы будем, применительно к чемпионату, мы будем бороться во второй четверке. А применительно к кубкам, не далее, чем в это воскресенье, состоится кубок Вадима Мальцева. Это однодневный турнир, и мы обязательно поборемся за данный трофей. А какие цели вообще ставили на этот сезон? Мы цели ставили однозначно не быть ниже третьего места и побороться по возможности за первое-второе. Но в силу того, что я уже озвучил ранее, нам это не удалось. А как считаете, кто станет чемпионом в этом году? Ну и вообще, как распределяться призовые места у вас здесь? Ну, у нас на сегодняшний день есть два ярко выраженных лидера. Это команда Выборг и команда Тайфун. Сказать, кто из них одержит победу, наверное, именно в этом чемпионате сейчас достаточно тяжело, потому что, на мой взгляд, они достаточно равны. Все будет определяться перед конкретными матчами или, возможно, финальным матчем. Возможно, здесь возможна победа любой из команд. А как распределяется, ну как еще с бронзовыми? За бронзовые медали сейчас, наверное, даже не готов сказать. Почему? Потому что нужно посмотреть финальный расклад, я его еще не знаю. А кто возьмет малый кубок или ваша команда в ЗДЕ? Я надеюсь, что малый кубок возьмем мы. Можете ли выделить кого-то из своей команды? Ну, у нас, как бы, вот есть целая группа игроков. Выделить... Ну, давайте попробуем. Это наш капитан Сергей Попов. Это один из тех людей, с которыми мы начинали это все. На сегодняшний день он является и капитаном, и президентом в одном лице. К сожалению, травма его не позволила в этом сезоне выступить. Помимо этого, есть еще такие лидеры команды Александр Манус, Бондарев Глеб, Бондарев Владислав. Тоже, к сожалению, травма не позволила ему выступить. По крайней мере, полный цикл матчей. Ну, наверное, как бы, еще можно было бы кого-то назвать. Сейчас... Ну, ладно. Скажите, как у вас как-то проходит тренировочный процесс? Безусловно. Мы тренируемся два раза в неделю. То есть это тренировочный процесс. И, помимо этого, игры на выходных. То есть одна игра. А в течение года между чемпионатами по пляжному футболу как вы поддерживаете форму? Большинство наших участников нашей команды участвуют во всевозможных лигах футбольных, мини-футбольных и так далее. Поддерживать форму применительно к пляжному футболу в зимнее время достаточно сложно и, наверное, непрактично и опасно для здоровья. Поэтому вне сезона все занимаются альтернативными видами какими-возможными. Скажите, был ли какой-то в этом сезоне запоминаешься о Пайлида? Может, самый тяжелый или когда вырвали победу на последних минутах? Был матч, я забыл название команды. То есть это было добавленное время. Последние, ну, грубо говоря, пенальти и последний удар. Мне, к счастью, удалось взять и мы взяли очки в этом матче. А какие вообще команды, у команды планы на будущее? У команды планы на будущее, ну, все-таки, я думаю, скорее всего, мы будем говорить внутри команды, обсуждать вопрос омоложения состава. По крайней мере, частичного привлечения нескольких молодых ребят. Что из этого получится, пока сказать сложно. А с тренером вы когда-нибудь работали или нет? Да, у нас был тренер Валерий Арамович Арутенов. Это было достаточно давно, но, тем не менее, я могу назвать его тренером для нашей команды на определенный период времени. Но, к сожалению, он уже не с нами, он ушел от нас. Ну, напоследок, еще скажите, есть ли у вас какие-то пожелания, предложения к организации пляжного футбола? Я бы, наверное, хотел обратиться, ну, скажем так, к людям, которые имеют возможность поддерживать те или иные виды спорта. Пляжный футбол – это тот вид спорта, который заслуживает внимания. К сожалению, на мой взгляд, он недостаточно интересен, ну, скажем так, сильным мира всего. То есть, команды, по сути, предоставлены сами себе. Возможности развиваться профессиональных, наверное, немного. Поэтому здесь очень большое поле и плацдарм для деятельности. Пожалуйста, участвуйте. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо, Иван. С нами был Полтавец Сергей. С вами, друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»